Сегодня в нашу студию мы пригласили детского невролога Дмитрия Кузьмина. Тема нашей сегодняшней беседы – головные боли у детей. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, дети школьного возраста очень часто жалуются на то, что болит голова. Можете рассказать вообще в чем причины? Да. Действительно, головные боли у детей занимают наиболее частые жалобы при обращении к неврологу. Часто обращаются дети уже школьного возраста. И причинами головной боли могут быть стресс, который они испытывают в школе. Второе – это когда принимают в пищу специальные продукты, содержащие кофе, кофеин, сыры, которые могут провоцировать головную боль, недоедание и вообще врожденные вещи, когда есть слабые сосудистые стеночки. Вообще, головные боли требуются подразделять на первичные головные боли, к которым относятся мигрень и головное боль напряжения. И вторичные головные боли, которые могут быть на фоне каких-то текучих заболеваний. На фоне простудных заболеваний, на фоне перенесенных череп-мозговых травм и уже на фоне каких-то уже локальных текущих нейрологических процессов. Это уже как аневризма головного мозга и прочие процессы. Какие обследования нужно пройти? Из обследований входит первое – это осмотр офтальмолога с описанием глазного дна, на котором мы сможем посмотреть диск зрительного нерва, какие сосуды, насколько они сужены, насколько они расширены. Второй этап обследования – это уже чисто наш нейрологический осмотр, выявление этиологических факторов, выявление моментов, которые могут усугублять головную боль. И третий момент уже, и когда головная боль несет сильный характер, это уже направление на дообследование или в стационар, или же на по клинической обследованию, которую мы можем сделать в условиях детской поликлиники. Это ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи. И как завершающее обследование – это уже МРТ головного мозга. – Дмитрий Иванович, какие советы Вы можете дать родителям по профилактике головных болей у детей? – По профилактике головных болей, прежде всего, чтобы дети соблюдали режимы дня и отдыха. Прежде всего, как можно меньше перенапрягали зрение. Потому что за счет перенапряжения зрения идет перенапряжение мышц и спазм сосудов головного мозга, что инициирует в дальнейшем развитие генерализованного вазоспазма и инициирование головных болей. И, прежде всего, за запрет на такие вещи, как длительное использование телефонов, чтобы был регулярный сон и были хотя бы прогулки. Потому что в связи с тем, что мы сейчас все с Вами работаем и живем в ковидную эпоху, все дети мало гуляют и находятся постоянно то в телефоне, то в компьютере. И никто даже не выходит не гулять. То есть вечером, перед сном обязательно прогулка или хотя бы проветривание комнаты. И если возникает вопрос у родителей, что вот начались головные боли, нужно, прежде всего, проанализировать, какой режим у ребенка, насколько ребенок перегружен учебой, есть ли какие-то другие факторы, которые вызывают головную боль. Потому что головная боль, это как бы первый такой флажочек того, что что-то не то, что-то происходит с ребенком, не то, что могло бы быть. И часто, вот когда приходят пациенты, первым вопросом, когда задаю что, вызывает у Вас головную боль. Стресс, нежелание идти в школу, нежелание что-то выполнять. Поэтому, чем больше ребенок будет отдыхать, тем быстрее будет все восстановление происходить. Спасибо большое, Дмитрий Иванович, за информацию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был детский невролог Дмитрий Кузьмин.